Здрасте, господа! Неделя в Star Citizen выдалась весьма удачная на различного рода анонсы, контент, и мы для вас собрали очередную подборку полезной информации. Сегодня поговорим про функциональное тестирование Альфа 3.23, глянем на тех, кого можно в ближайшем будущем встретить в пещерах Стентона, и про один из самых длительных ивентов кратко также затронем. С вас, как всегда, лайк за очередное инфовидео на канале и подписка, с нас больше контента. Не забудьте подписаться на нашу телегу, чтобы быть в курсе актуальных новостей, и давайте разбираться, что да как. Начнем с того, что в начале недели разработчик для Live Severe of выкатил хотфикс, предназначенный для большого ивента Overdrive, который по нескромным оценкам продлится 6 недель и охватит большую аудиторию проекта. Что из себя представляет мероприятие, я вчера озвучил в отдельном видео, где подробно описал все стадии прохождения, плюс был стрим, посвященный мероприятию. Оно направлено в первую очередь на взаимодействие групп игроков, так как задачи достаточно обширные, и с каждым новым этапом они будут усложняться. Выполнить все миссии в соло также, вероятно, но потребует чуть больше усилий и навыков. На данный момент инициатива Overdrive находится на первой фазе, но игроки, которые решили отложить этот ивент, смогут без проблем пройти его даже в самую последнюю неделю проведения мероприятия. Еще одним событием для галочки в Стентоне является событие Стелла Фортуна. В честь ирландского праздника разработчики выкатили тематические скины для нескольких кораблей. Также в качестве очередной внутриигровой награды игроки могут получить золотую монетку, заняв первое место в одном из FPS-режимов Arena Commander. В четверг вышел Inside Star Citizen, посвященный новому редактору персонажей. Более дружелюбный инструмент создания собственного героя берет за основу уже действующие технологии, а именно смешивание различных оцифрованных голов. Будем их называть ДНК, только в расширенном виде. Игроки могут построить практически любую скульптуру лица, добавив веснушки, сменить тон кожи или добавить макияж, если вы играете женским персонажем. Большой выбор остается как за прическами, так и за их уникальным видом. Игроку будет подвластна сила парикмахера, где вы сможете окрасить не только корни, но и кончики волос, так как вам захочется. Да, нам не показали вкладку Body Type, где игрокам дадут возможность наконец увеличивать некоторые выдающиеся части тела женских персонажей. Как это будет выглядеть на выходе, глянем в Alpha 3.23. Не забудь после создания персонажа сохранить его или даже экспортировать данные, чтобы при следующих ресетах или, не дай бог, полном вайпе, сохранить облик твоего героя. Ну или поделиться с другом. Дальнейшее развитие редактора позволит добавить игроку пирсинг, тату, еще больше вариаций причесок, глаз и не только. Затронем тему живности. Разработчик на этой неделе уж очень жирно намекает игрокам на то, что идет полноразмерное создание животных в Star Citizen. Это и шуточные обои на телефоне Джарета в конце инсайта ролика, а также видео в одной из соцсетей, где нам показали пса Стэнтона. В оригинале его сложно разглядеть, но вот, используя различные фильтры, игроки смогли визуализировать существо. Это нечто коротконогое, смесь пса или крысы, на первый взгляд, которая обитает в пещерах. Еще в месячных отчетах ЦИК сообщили нам о том, что они вплотную движутся к появлению в Star Citizen фауны в виде стайных хищных животных, собак, космокоров и так далее. Будем следить за развитием событий в этом направлении. А пока напоминаю вам, что не так давно ЦИК проводили короткий, довольно увлекательный ивент по захвату Идриса и его обороне от всех игроков на сервере. Так вот, недавно пришла статистика, в которой есть информация о самых топовых кораблях, которые игроки использовали для атаки на фрегат, топ оружия, организациях и пилотах, которые смогли уничтожить больше всех игроков и продержать корабль живым. Так, больше всего киллов среди организаций сделали ребята из Warning Collision Alert — 323 килла. Почти в два раза меньше это удалось сделать нашей русскоязычной корпорации Турборкор. Ребята настреляли 176 киллов. Третье место за игроками из арка — 122. Неизвестно, засчитывались ли киллы только команде Идриса или всех тех, кто участвовал в мероприятии. Что касается лучших пилотов и времени жизни корабля, все на ваших экранах. Поздравляю победителей. Кстати, 17 марта разработчики должны озвучить лучших среди создателей 10-ти секундных роликов, посвященных тому, как вы и ваша команда провела это событие. Ну а чтобы также весело проводить время в Star Citizen, обязательно приходите в наш Дискорд Корпорации. Да, там можно не только найти компанию для игры, но и решить ряд наболевших вопросов. От того, как купить стартовый пакет, если вы из России или Белоруссии, установить русский язык, проблемы технического плана не только. Попасть туда можно как по ссылке в описании или через этот QR-код. Ну, а если вам будет там комфортно, присоединяйтесь к Корпе. Чуть ранее этого события ЦИК выкатили информацию о удорожании некоторых версий Хорнетов. Обычный МК-1 стал дороже на 15 баксов, Хорнет Гоуст вырос в цене до 140, а Трекер до 150. Причиной тому стал релиз рестайлинговой версии Хорнета МК-2. ЦИК не стали обновлять старые версии, как это было с 300-ками от Ориджина, а выпустили рестовый экземпляр, который стал чуточку мощнее, управляемее и красивее. У новой версии в стоковом исполнении установлены два фиксированных ствола четвертого размера и грузовой модуль на 2СУ. Внутренние компоненты все первого размера. Если же запитить новый Хорнет, то в полном боевом оснащении вы получите две фиксированные четверки на крыльях, одну тройку под нос корабля и две двойки вместо карго-модуля. Возможно еще поиграться с вариантами размеров, но тем не менее новый Хорнет стал намного жестче. Если кому-то полезная информация, Варбон-версия только за реал оценивается в 160 долларов, версия за 100 кредит и 175. Также можно апнуть другие корабли в него. Но это еще не все. ЦИК готовят в военной версии Хорнетов. Это связано с происходящим в эти дни ивентом Овердрайв. Все, кто пройдет его от начала до конца, получат токен на применение апгрейда Хорнета МК-2 в военную версию. Она более жирная с точки зрения оружия, более живучая и управляемая. Характеристики на ваших экранах. У игрока в стоке будет не только две четверки по бокам, но и четыре тройки в виде турелей и две ракетные стойки четвертого размера. В общем, нагиб машина на уровне F-8 Lightning. Если же у вас нет Хорнета МК-2, но есть токен, будет возможность сохранить его для дальнейшего применения, если у вас появится желание. Вдобавок, владельцы апгрейдов, китов или аддонов, не помню как они назвались, в далекие 2013-е года, из Супер Хорнета на Хорнет F-7A МК-1, уже совсем скоро получат этот корабль в ангар. Имеется в виду, военный Хорнет в первой версии абсолютно бесплатно. По заверениям ЦИК, это произойдет в первую неделю проведения Дня Флота, когда-то в мае. С кораблями закончили, перейдем к письму председателя. Глава Cloud Imperium Games Крис Робертс выступил с ежегодным обращением к Бейкерам, где обозначил стратегические планы как на этот год, так и на коммерческий релиз Star Citizen. Впервые было озвучено это. Подробнее о содержании письма вы можете ознакомиться в нашем видео на канале. Там кратко о том, что ждать в 23-м патче, главной цели на 24-й год, содержательной части коммерческого релиза проекта и главной надежде на того, кто дотянет Star Citizen до этой точки. Теперь поговорим про тестирование 23-го патча. ЦИК, которые всю неделю занимались тем, что обрабатывали полученные данные с авокасских тестов сервер Мешинга, в начале следующей недели намереваются выкатить первую функциональную сборку 3.23. Что она будет содержать, не совсем понятно. Опять же, не весь контент, а порционально, постепенно, по мере его готовности для функционального использования. Следите за развитием событий этого тестирования в нашей группе Telegram, где мы точно будем публиковать детальные подробности. Ну и напоследок поговорим про лайвстрим. На этой неделе он был посвящен вопросам и ответам по изменению FPS-составляющей проекта в новом обновлении. Игроки задавали вопросы, ЦИК давали на них ответы. Так они отметили, что блики от снайперских винтовок они оставят, чтобы другие игроки могли определять и предупреждать выстрелы. Вся оптика будет разная, а значит углы блика тоже. Они будут не такие явные и яркие, как в других проектах. Но что странно, они будут присутствовать и при сумерках, и в ночи. ЦИК объясняет эту возможность противостоять снайперскому геймплею. Они понимают, что с таким решением наступают в собачье дерьмо, но ссылаются на игроориентированный процесс. Должны также исправить тот баг, когда при прицеливании в определенной броне она попадала в ваш экран. Обещают и новый типы гранат, которые уже есть в Сквадрон 42, кроме осколочных и светошумовых. Также анонсировали и какие-то фантастические. Что касается системы отображения здоровья игрока, то разработчик ищет мягкий баланс. Нынешнее отключение игроков при критическом повреждении не устраивают, и они подумывают ввести некий функционал, когда игрок на короткое время может отползти в безопасное место, чтобы прийти в себя и похилиться, прежде чем умереть. Что касается системы объединения боеприпасов, то тут все предусмотрено. Каждый магазин и патроны будут складываться ровно под нужное оружие. ЦИК также присматривается к некоторым идеям из Helldivers 2. Кроме того, еще раз разработчик подтвердил тот факт, что идет работа над архетипами брони, и не все, а только определенные шлемы в игре будут способны выдавать вам динамическое перекрестие. Их не будет, например, на майнерских и медицинских шлемах. Кроме научно-фантастических гранат, цик готовят и подобного рода боеприпасы. Пока в игре будут традиционные, кинетические и энергетические. Ну и про одежду рассказать не забыли. Девелоперы хотят расширить возможность использования обычной одежды в игре, и создают специальные инструменты для размещения на них оружия. Например, пистолетная кобура, магнитные пластины для хранения автоматов. Что касается скольжения, которое было показано на ситконе, в 23-м патче его не будет. Когда-то потом. Ну и пытаются оживить дробовики, сделав их стрельбу более точной и смертоносной. И на сегодня, пожалуй, это все с новостями. За всей актуалочкой можете следить в нашей группе Телеграм. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить все посты, а за сутки их может быть несколько. Если видео было полезным, поддержи канал лайком и подпиской. Если хочешь попасть в Стентон, регистрируйся по реферальной ссылке и получай дополнительные бонусы при покупке стартового пакета. А в период реферальных акций это еще выгоднее. Решить все свои проблемы ты можешь не только у нас в Телеге, но и в нашем корпоративном дискорд-канале. Заходи и присоединяйся. Поддержать автора можно по ссылкам в описании. До скорого!